Вот только закончил и сейчас КВ. У меня в голове такой бардак. Это нормально. Нет, нормально, когда я встаю, короче, встаю, два часа пинаю хуй, а потом начинаю что-то делать. Вот это нормально. А такой подход меня категорически не устраивает. Короче, заканчивай жаловаться. Так, ну что, поехали. У нас первая игра начинается, да. У нас ПВП на Белшире, Сосиска против Липтона. У нас немного ПВП, кстати. Не, почему. Два ПВП и два ПВТ. Два ПВП, ТВ, ТВЗ, а не, ПВП, ПВТ и ЗВТ. Пожди, вы. Нет, нет, у нас ЗВТ. А, подожди, а Краши не играет. Липтон контрол неразимый крендель от основного состава против сосиски, джедикейдер. Краш сказал, что может не успеть. То есть, он как бы, если успеть, то только в политрик, бла-бла, поэтому я бы сказал, типа, отдыхай, ты играть не будешь. Окей, хорошо. Типа, нафиг на... Типа, нафиг на... Не, а смысл, если он придет, он даже не поел там, ну не отдохнул, сразу играет, там, что он там наиграет-то? Ну, да, тоже верно. Как смысл его ставить? То есть, даже если он более сильный игрок, его все равно нет смысл ставить. Просто потому, что он не готов. Вот, вот они вспомнили, что надо быть манерными. То есть, минута прошла. Но это процесс, это нормально. Да, на всякий случай, для тех, кто только присоединился, напомню, что это у нас RSTL 11 лига. У нас играет основной состав против второго состава. Привет, Титтор. Вот такое вот у нас командное дерби сегодня. Причем, у нас оба состава играют в одном дивизионе еще на Альфа-лиге, но там мы просто в разных находимся группах. Вот, а здесь просто получилось, что всех в одну группу запихали, и поэтому вот так вот у нас вышел интересный... Вышел интересный клаван, просто примечательный. Я же сегодня отложил все свои дела в сторонку. Вот, и решил его застримить. Потому что... А, нет, не часто бывает. Да, Сосиска-Нексус, походу, собирается делать. Потому что он не собирает газ с тремя рабочими. А Липтон будет делать за адептов. А Липтон последний раз видел вообще достаточно давно, когда он играл. Вот, он, по-моему, вышел, сыграл в Локси-Гре. Ну, не, в смысле, я говорю, что я его видел, потому что, потому что КВ я, к сожалению, не смотрел. А записи там ввода не осталось с того клаван Вара? Я не записывал. А меня не было. Соответственно, я так понимаю, что никто его... То есть, кто стримил, тот не записывал. Я единственный, кто стримил, кроме иноземцев. У нас вообще 5 человек стримило. То есть, 5 человек на канале сидело. То есть, ты... Подожди, один у нас там, и у них там сколько-то. Просто к тому, что... Ну, Липтон поставил нас. Я бы хотел посмотреть. А сосиску делают старгетию. Да не, забей, там ничего интересного не будет. Он вообще, ну, просто в одну калитку все игры. Ясно. Вообще без шансов. То есть, там, ну, даже не сопротивлялись ребята. Ясно. Вот, а перед этим, наверное, когда Липтона не раз видел, он вышел на замену. Он сыграл Proxy Stargate. Proxy Stargate не удался. И, собственно, на этом было все. Сосиску у нас... Ну, не знаю. Ну, я знаю, вижу, что Липтон вообще не очень-то, но ему нравится то, что я стал здесь манагером. Недоволен этим. Да здравствует Липтон. Я думаю, ему путь. Так, за это можно предупреждение выдать. В общем, Липтон, да, Липтон, ой, не Липтон, а Сосиска унит. Три гейт, астри гейт. Ну, Липтон, по идее, такой нормальный бьет. То есть, он должен это дело законтрить. То есть, если он не будет просто так коверчажи кидать, то есть, ему надо сейчас двух сталкеров на мейн воротнуть и все. И он будет красавчиком. Нексус пошел от Сосиска, тем именем. А, смотрите, он даже еще лучше делает. Он всех сталкеров на натурал собрал и куру на мейн. То есть, по идее, Липтон вообще на халяву должен здесь отбивать на микроконтроле. Ой-ой-ой, сталкеры... Вот это вообще, это просто идеально. Идеальная ситуация для Липтона. Пытается зафокусить Сосиска пилона, этот, чтобы не было Лавер Чарма. Не-не, у Смилсова даже фокусить нет. В этом случае сматываться здесь надо уже, потому что... Нет, смотри, он сейчас взлетает в Оракол, а кто его встречает? Его никто не встречает, он сейчас Сехарлок убьет. Ну, все, сейчас Липтон на ГГ напишет. Нет, он забыл о Лавер Чарма. И где зажигалка на Лавер Чарма? Зачем зажигалка? То есть, Липтон реагировал, то есть, он увидел, что там Лавер Чарма приметел, а этот забыл. Ну, там была микро, там была микро на входе. Тут второй Верчарш кидается, и минус Оракол. Вот у них. Ну, все, как Блитон на халяву отбивается. У него делается Иммортал. Он потерял двух проб, кстати. Две пробки-то, ну, немного. Это очень хорошая размена. Ну, если учесть, что у него Нексус. У него рабочих больше, да, да. Тем более, там у Сосиски пробка ФК-шит. В центре карты. Сверх от Ксионаги. Ну, он пытается как-то размигать. Нет, просто Деймортал дотерпел, все. Там Сосиска сразу убежит отсюда. Просто убежит. Там здесь нечего ловить. Блинк, тем более, почти доделся. То есть, он с Блинком придет и убьет. Ему надо только заметить, что у него там двух пробок на газах не хватает. Что у него реально газа не хватает, а он этого не замечает. Когда Блинк осталось, пять секунд. С Блинком, да. То есть, он варапает Зилд, варапает АТС, потому что у него нет газа. И он этого не видит. То есть, он не понимает, почему у него нет газа. У него по два рабочих газа. То есть, если газилку поставил. Да, да. То есть, мы нашли Мораку на одном газилке убил рабочего, на другой газилке убил рабочего. И все, у него не сдох. Ну, на. Ну, тут напряженная борьба нельзя. Ребята, влечься на газилку. Сматывать сейчас сосиску с палкером. То есть, ко мне ничего напряженного полка нет. Да, обещанного варапа дает сосиска. У тебя же есть Блинк. А, это у Липтона есть Блинк. Господи, блин, что я говорю. Да, сосиска. То, о чем я говорю, идет Блинком и убивает. Да, просто пинками на базы сейчас провожают. Сосиска судорожно бустит Грилку. Но она ему не поможет. Ну, не успеет. Да, просто на Мэй сейчас заметит. Надо на Мэй на взлететь и убить кибернатку. Если убит кибернатку, он украл Савчик. Он до сих пор не заметил, что у него пробок не хватает на Мэй. Но Липтон, такой Липтон. Там сразу пион убивает. То есть до варпу потом не будет. Так, сталкер. Не надо сливать только. Да, сливает одного сталкера. Нет, сталкер бегает по Мэйну просто. Сосиска отправляет Зилу-то. Убить его. Сейчас такой сталкер выблинкивается. Нет, не выблинкивается. Не хочет. Подрезали пилон. Теперь на Мэйне у Липтона на одной газилке 4 рабочих, а на другой все еще 2. Третье Некс надо Липтона ставить. У него все хорошо. Вот он сейчас как раз поехал это делать. Нарп этого атаку пока. Ну тут Грелка уже первая вышла. Оверчаржи есть. Ну тут 2 МА зато. Просто пилоны все разваливают. Вот посфокусить пион. Да, убиваешь пилоны, все. Как бы отбинкиваешься. Здесь Филдит накидал Филдов и все. Надо Грелку фокусить вообще в таких ситуациях. Чего Липтон не делает. Да, вот только сейчас он начал это делать. Ну тут Сосиска и так закончил. Нет, тут задержкой пустил. Точно задержкой. Слушай, ну именно в этот момент начал это сделать. Я же говорю, ну просто ты как бы отбинка умираешь в такой ситуации. Блинка имба. Ну да. Минус 17 пробок. Это все, это ГГ. Дальше вот становится 1. Мы в пользу основного состава. Липтон внезапно победил. Что значит внезапно? Он готовился к этой игре. Он все это время, что был в инактиве, сидел где-то в горах, уехал в Корею. Да нет, он просто в инактиве. И там где-то в тайном, в тайном буткемп лагеря. Да, он с монахом шел. Да, тренировался. Тренировался. В своем PvP. На одном рисе в один. Там, по-моему, дальше Дорина Чести идут. Ага, все, отлично. Да, дальше идет Хронор Граунд. У нас будет играть Judicator против Контрола. Это у нас будет ТВПшечка. Давайте я ее сейчас создам. Арена Чести, Арена Чести, Арена Чести. Вот она. У тебя, кстати, не бывает такого бага, что ты создаешь одну карту, а у тебя почему-то создается другая карта? Нет, у меня бывают баги, когда ты, ну, такой баг, когда ты просто нажимаешь куда-нибудь мышкой. Вот у меня... Нет, слушай, я понял, что это за ситуация, но, короче, у меня прикол тоже. Нажимаешь, а, тебе Белшир создался? Да, я вот выбираю Арена Чести, нажимаю Создать, а у меня создается разваленный Белшир. Вот вы сейчас можете на стриме видеть, кстати, как раз. У меня, короче, бывает фигня такая. Ты говоришь, зверя, у меня бывает такая фигня, что ты просто, допустим, на что-то нажимаешь, допустим, на свой профиль, там, вещи, или на ладро, там, неважно на что. И там, ну, какой-то случайный чувак из твоего списка друзей добавляется к тебе в группу. Типа ты его пригласил. Слушай, ты можешь сейчас создать, это самое... Можешь сейчас Арену Чести создать, потому что у меня почему-то вместо нее Белшир создается. Шиллер какой-то. Так и задумано. Может, все-таки на Белшире сыграем? Да нет, какой нафиг Белшир? Нет. Так, где Ганчоу? А, вот и он. С кем он там играет? С кем он играет с Джудикейтером? Да, он сейчас играет с Джудикейтером. Джудикейтер. Один на один. Контрол версус Джудикейтер. Я, кстати... Не контрол, не Джудикейтер, это не отвечает. Я, кстати... Не ракоплю, да, по-поненту. Не включаем опилку, тупо имбиссим. Да и не может. Ну, это нормально. Джудикейтер я, кстати, перевел в основной состав сейчас. Да? Ну ладно. То есть у него как раз получится... Как бы пион бан. Вот, на три дня. Вот здесь вот у нас как раз тут недельный перерыв между двумя играми. И одного, и у другого состава. То есть, по идее, он должен размачивать. Кто не отвечает? Кто из них не отвечает? Никто не хочет играть. Джудикейтер здесь. Control, 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 control... Не знаю. И Джудикейтер здесь не отвечает. Вот, control здесь. Control? Валетел. Джудикейтер тоже. Под Джудикейтером не ответил. Да, я ему напишу, что Go, Go, Go. Все, они уже ответили. Отлично. Они оба здесь. Они просто AFK были. Стрим смотрели. Ну иначе. Строим оракул. Прилетаем купонеты. Не включаем обилку. Тупуем весь сим. Противник деморализован. Выходит из игры. Четвертый пункт. Сливаем на верчаржи. Нет, пятый пункт. Нет, пятый пункт. Сливаем на верчаржи. Да, бывает. Так это пятый? Ну, я когда писал, то получи четвертый. Ну, ладно, я сейчас поправлю. Да. Удалить сообщение, да? У нас начинается... У нас тем временем начинается второй сет. У нас ТВП на карте арена чист. Сибикс Control против Сибикс Джудикейтера. Анжи Сибикс Кавай. Счет у нас 1-0 в пользу основного состава. Поехали. Интересно, а за Рубус... Я бы, например, не сказал бы, кто здесь выйдет победителем заранее. Ну, потому что... Кто в Control не втыкает. Что происходит? Это и есть КВ. А у меня судьи нету, я не могу им написать. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха... То есть я бы сегодня писал. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Подинец, Control-а. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да. Ну, ладно. Ну, подумал, что просто custom-ки играем. Но нет, это у нас, ну, можно, конечно, сказать, что это кастомки, такие они официальные, скажем так, вот, вообще идеальным бароскладом, конечно, было основному составу выиграть со счетом 3-0, 4-0, оно же превратилось бы в 6-0 плюс одно дополнительное очко, потому что я посмотрел, что игр достаточно, то есть можно, в принципе, попробовать выправить ситуацию, в которой у нас команда находится, подняться с днища и побороться еще за место, в плей-офф, вот, но для этого нужно практически всех там в нули разрывать оставшихся, вот, я думаю, что мы сможем, что-то у меня подлагивает немножко игра, у меня 699 миллисекунд пинга, что-то у меня где-то, видимо, запущено, не то еще, нервы. Что-то много у тебя. Да, у меня, я смотрю, у меня смотрю, скачет тот самый, скачет у меня на стриме битрейт. Что-то там вполне может лагать, кстати, напишите, пожалуйста, в чат, если у кого-то лагает стрим, тогда, наверное, тогда, наверное, будет смысл сделать стоп-старт, переразбить, вот, и как-то попытаться ребутнуться, наверное, потому что не дело, потому что я чувствую, что у меня задержка такая, что в начале игры были лаги какие-то, и сейчас вот у меня подлагивает. У меня у кого, кстати, игра не подлагивает сейчас? Нет, все хорошо. Ты что, меня-то подлагивает еще темно? Там картинка подтормаживает, но чуть-чуть совсем. Ну, вот, видимо, да, тут какие-то проблемы. Сейчас я буквально на минутку. Смотрю, что у меня в процессе лагится. Информата, хром, 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 хром. Давайте, наверное, весь хром закрой. Давайте, наверное, все вклад. Любой аудиок закрой, можно там что-то левое где-то открыто. Ну, Платинант хром перезапустить вообще. Хром, ты так-то зваешь, что ли? Да, я только гугл гейм оставлю. Ты даже скайп начинаешь подлагивать. Да. Если ты пропадаешь, то тебя рыба усит. Плохо, если так. Так, сорян. Не кажется. Да нет, вроде как я не вижу процесса больше ничего. Так, тем временем умирает Рипера. Будет спален Старкейд. Да, Дедикейд будет играть. Скорее всего, Феникс и Адеппу. Как раз, минералов и газа на одного Феникса. Который он должен заказать. И он его не заказывает. Он где-то заказал. Да, вот Феникс пошел. Первым там Оракул вылетел сейчас. Да, да. Сейчас отдаст Оракул, кстати, на мини. Смотрим. Да, да. Здравствуйте. И минус. Он, вроде как, просветку делал, но поздно. А смысл ее кидать? Он же никак не знает. Не знаю. Просветку. А после просветки Оракул не можешь, что ли, еще поджарить? Один Оракул не успевает. А, он не успеет мин, он не успеет мин убить. Да, и во вторых он не успевает. Смотри, видишь, он тупо не успевает. Нужно три удая, чтобы убить минку, сколько я помню. Или четыре. Сколько у него хитпоинтов? 90. Он вообще ауин, кстати. Да, он же дикейтер, ауин с 2 бас. Маленький. Да. Реальный вариант для контроля выиграть. Потому что при его пассивных стратегиях, больше всего, когда его ауинит. Я так думаю. Да, просто масса масса гейты пошли. И он этот палит. То есть видит, что там гейт делается. Видит, а твайлайт. Ну он четыре гейта сейчас видит, и твайлайт будет ищутся. Он видит, что просто добавляет гейт. То есть ему не нужен так рано гейт. То есть ну как бы можно понять, предположить, что там скорее всего были еще гейты. Ну контрол, кстати, сопоя блок попадает в очень неприятный. То есть с ним вообще ничего не старается сейчас. Ему нужно кидать вот эту штучку. Да, он ее и кинул. И у него очень хороший продакшен. Он вообще собирается сделать какой-то, я так понимаю, двухбазовый выход. Сам. Такой ауин на ауин сейчас у нас получается. Да, да, да. Он в таких ситуациях, нет, просто все-таки ставит базу. Такую. Типа я ее поставил на всякий случай, когда мейн закончится, чтобы перевести рабочих туда. Хотя он в газилке поставил 34, может быть, это не ауин. Может быть, такой жесткий пуш. Ну посмотрим, тут приходят адепты, есть одна мина, есть 48. Да, мне нечего делать просто мины. О, нет. Люди кейн очень круто отменяют телепритацию. И убивают адепты. Ну если он, типа, напугал Терна, типа, смотри, чувак, я тебя пушить иду, бойся меня. Он сам пошел в экономику. Не знаю, по-моему, как бы тост и на руку, потому что у него слишком поздние игры эйды. То есть вот Терна уже первая атака доделалась, но его только заказывает свое. Как-то так. Сашка, нет, стену он ставит Сашку, все правильно делает. То есть сверху поставил. Нечего беспокоиться. Да, вот он летает, по-моему, медвага, ищет, где эта там армия Тоса. Че он не аунит, не аунит. И он ее не находит, а идет сам, выходит вперед. С двумя медвагами. Ну тут третий тоже параллельно делает, но третий будет здесь значительно позже. Тут уже на восемь качается. А Терну вообще не хватает. Нет, Терну то не так принципиально. Позже она, не позже, но это то есть не так сильно решает. Да. Посмотрим, он сейчас придет на клики, убьет Тоса. Че у Тоса есть? Ну у него адепта сейчас еще дополнительный ларп. У него будет верчардж, как минимум маленький. Терна, а две мины есть. Начнем с этого, если он их, конечно, закопает. Ну вот, а он сейчас сразу же теряет практически. Там еще одна мина есть. Но сейчас будет Тоса сложновато. А не надо драться. Вот смотри, сейчас мины. Оп. Нет. Джитик смотри. Хорошо. Хорошо. Выводит адепта вот так вперед под минку под это. Да, да. Это уже не первый раз за эту игру он это делает. Он берет с собой еще викинга. Не знаю. Мне кажется, можно просто тупо пытаться передропнуться. Хотя, смотри, адептов там дофига. Он может сейчас пост тупо убить Терна. Ну, кстати, сейчас, наверное, адепты портнутся как раз прямо во все войско. Не заметил этого. Контрол походу. Да, Терна. Проконтрол его. Он тут все разбирается и Джитикейтер сейчас нехилом получается. У него вся, у него половина адептов красных просто. Не добитых получилось. Да. У вас из-за такого замеса в толпе. Не имеет значения. Ну смотри, сейчас еще один адепт походу отдастся. Потому что у меня не успевает. Еще какие-то мои радиуса маленьком отдались. Смотри, что они там вообще делали. Ой-ой-ой. Все на мину. Все на одну мину. Минус все щиты. Тут либераторы раскладываются. Ничего, эти, воздушного кроме двухсантри нет. Сейчас у Джитикейтера. А вот три феникса здесь есть. Там минус одиннадцать. Двенадцать. Рабочих тут с призма залетела сейчас. Да. Адепты, да. На обе базы адепты налетели. Победа против, скорее всего. Ну да, похоже на то. Хотя он мулов вообще не кидал. Тут можно еще мулов накидать. Ну а сейчас третья полетит. Хорошо. Да. Толст понимает, что у него преимущество. Что дыраться ему не нужно и уходит. Сам уже два роботикса, коллоса. Четвертая база Толст нужна уже. Боин кончился. Почти. Серм третью занимает. Кстати, уже всего минус тридцати разница по лимиту. Причем вся эта разница рабочая. То есть это не боевой лимит. То есть поехал вообще прокси базу ставить. То есть сверху. Не хочет стандартную четвертую занимать. Потому что его дропить слишком легко. На таких респаундах. А золото занимать почему нет? Золото то же самое. Тебе разводить будут очень жестко. То есть видишь, это четвертая база стандартная. Которая снизу. По центру. Вот она вообще легко дропствует. Он с натурал улетает, убивает и улетает. Адепты еще шесть рабов успели насторогать перед этим. Адепты сильные лимиты. Да, вообще что-то с хара с адептом как-то сложно бороться стало. Особенно если в лимит. Я это не тоже как-то решил играть в пвп без флатонок. Понимаешь, в вас сыграть. Ну короче пять пятьсот тос против меня играл. Просто на стиле игрок псих летал дропл не адептов. Да-да-да. Сейчас там уже прошла мода у нас двух призм. Я не могу вообще это делать. Не со мной. Ну и я это делал еще до того как это было мейнстримом. Вот. Ну и короче что-то стало вообще тяжко. Потому что все-таки отбиваться от хараса адептов гораздо сложнее чем от тех же зелотов. Ну да. То есть просто а я и паника паника. Тем временем уже бинок готов. Дальность по-моему. Почти готов, да. Третья атака. В заказе. Ну короче чем больше времени проходит тем сильнее преимущество протаса. Экономическое и технологическое. Ну и в принципе по боевому лимиту. То есть ему уже даже фениксы не нужны. Их можно слить. Да. Просто на кадре у трех полосов идет пушить. Что есть у Терна. Терна вообще куда-то наверх пошел. Вот этого тоже сложно понять это. Ну он золото пошел разбивать. Да. А тут какое-то время к нему приходят. Тут голые мины под одним либератором. Зато есть турелька. Ну кстати если тос блинкнется вперед. Если то вперед блинкнется. Он просто пойдет. Но тут. Ааа. В сервер. Ну минус 7 мины короче случились. Сейчас Терна выбегает такой паникер. Не-не. Слишком слабые грейды. Слишком мало мародеров. То есть здесь тос должен побеждать. Ну тут 2-0 на 1-1. Ну и что. Минок нету. Ничего нету. Контрола мало. Да. Допустим 2-2. То есть как бы. Ну все равно здесь легко побеждает. КСМ еще выводить сейчас. Контрол вперед. Хотя. Может быть как-то отпинается на этот раз. Не. Там нет нечего. То-то-то-то-то тоса слишком много. На мейне запрет с контрол походу. Да. Ну не. Ну не. Тернает уже. Ну тут уже шансов маловато. Откровенно говоря. Да. Я без опистины. Да. Ну и тут просто джи-декейтер заходит на мейн. И счет становится. Да. 1-1. 1-1. Ну так. Это решили одного халявного очка. Альёт свой свет. я его кикнул. Вот они разем как сайдскай будет играть сейчас с сюрпризом. Будет они сейчас играть будем с сюрпризом. Матема пришел на стрим, ставлю знакомые. Так карта у нас следующая. Будет долина кактуса. Блин вот че за фигня я создаю долину карту и мне создается глубоководный риф. Я сам создам. Вот же ты победитель. Да ну вообще ладно слушай создай ты тогда что нибудь. Я уже создал. У меня какая то беда в последнее время. Нейрозим. И сюрприз. На самом деле я считаю что здесь фаворит сюрприз. Я достаточно много играл с сюрпризом. Играл с нейрозимом и сюрпризом. Но он может быть даже в более плохой форме. Но просто потому что он сереный. Потому что у него хороший опыт. Он чисто на опыте играет. У него хорошее решение. Он знает что нужно делать когда нужно делать. В общем не совершает глупых ошибок. Который очень любит совершать нерозим. Необдуманные какие то действия там и так далее. Ну зато нерозимка иногда может уходить в раж. И достаточно неплохие игры выдавать. Ни разу не видел. Да ладно на прошлом клан ваге. Необдуманно. На позу прошлом точнее. В прошлом клан ваге по моему втащил. То что там на Нью Киркер против ПВП. Просто потому что там его оппонент был не очень. Он фотонок не ставил. Он там юнитов не варил. По моему просто как псих намасил много феникса. Не а я значит не на позу в прошлом клан ваге. Ну где я стримил. Что тоже был. По моему что он там сделал. Что-то он там такое сделал. Я молодец. Просто. А все они здесь. Да все здесь. Ну че гоу. Две минуты просто нерозим. Я думаю не надо ему давать две минуты. Просто кнопочку старт гейм нажать. Ай. Скажи всем привет. Привет. Всем привет от стратега. Ай. Баська иди сюда. Не вижу она сопротивляется, она не хочет. У нас что-то 1-1 сейчас. Литтон выиграл у сосиски. Контрол проиграл Джудикейтеру. Ну в принципе так теоретически раскладом могут свестись и кейс мачо даже. Ну скорее всего и так и будет. Если сейчас проиграет не нулевая скажем так вероятность. Поехали. У нас начинается сейчас третий сет. У нас ПВТ. Семикс дегамма. Он же Семикс нерозим против Семикс сюрпрайза. На карте Долина кактусов. Ближняя по горизонтали респауна. В левой части карты слева снизу у нас появляется красный Терен Семикс сюрприз. Справа сверху у нас появляется фиолетовый протос Семикс нерозим. Счет у нас в этом бестов. Семь целых. 1-1 и поехали. Газ до барака тут от сюрприза тем временем. Уже что-то не стоит. Стандартная Сема. Нет стандартная. Сейчас все термы так играют. То есть очень редко кто-то играет обычного реперта СССР. Ну то есть через быстрое факту теперь циклонов все играют. Да. 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 Потому что циклон контрит вообще все. А воздух нет? В смысле воздух. Воздух тоже. То есть он вот играл в прошлое игре через Иракова. Ну с фактурой спокойно отбился. На изи вообще пригласил Иракова и умер. У него еще при этом была пачка мальков и циклон. Дигама угадывает с разведкой. Да. Сейчас рано пробкой до постановки стенки еще. Все пресс тоже поехал куда-то. Но не увидел откуда пробка приехала. Разведка. Сейчас угадывать. Не он должен по таймингу по таймингу по пробке. Не он по таймингу может понять что она где-то на ближнем респе. На каком из ближних респе вопрос. Да. Но не важно едешь вверх потом на кроссе. Или направо потом на кроссе. Да он так делает. На право на кроссе. Не угадывает он сейчас разведка. Делает рипера кстати сейчас. Не факту быстро. И делает ССССР. То есть рипер ССССР сейчас играет через быструю газелку. Ну антикбары вообще. То есть рипер СССР потом сейчас. Вишь 100 газа. Сейчас факта пойдет. В следующий 150 минералов. Да. Да. Видишь уже ксм выезжает. Факту ставить. Оп. Тем более стандартный билд сейчас. Окей. Я просто. Да. Просто напомню что все обычно так чрезвы переиграли. Ну а это больше ты раньше так делал. А для того знаешь. Сейчас как только циклонов бафнули. Циклонов бафнули. Разрешили стрелять циклонов без лаборатории. А если поставишь реактор то еще можно две штучки делать. В общем баланс. Да. Баланс на раса. Балансные билды. И не галаги. Да. Прилетает риперу. Видит нексус. Да. Запрыгивать он не хочет. А что он не знает есть ли там сверху пионы. Ну вот вылетает адепт сейчас. И просто рипер сваливает отсюда. Да. Он все правильно сделал. Даже не пытался прыгать наверх. Потому что ксм не разведал. Он не знает есть там пионы или нет пиона. Он просто убил что на них стоит. Как бы и так сойдет. Увидел что есть коры. А он все равно взлетел. Смотри. Увидел и старгейт. Он хочет слить своего рипера. Разменять на пробку. Да. Разменял на пробку. Ну в принципе да. он как бы разведал уже все что здесь видеть. Да. Он все увидел. Все что нужно видеть. Только я не знаю. Потому что если старгейт отменять. Там сейчас будет интересная стратегия от сюрпрайза. Он поставил лабу. Перелетает старпортом. Будет баньша или равен? Скорее всего равен я думаю. Судя по газу. Да. 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 Ну будет летать такой сейчас тоже модный фараз. Летать равен. Кидать туретки. В общем если кто завтыкает он потеряет на зря шепкуру. Я тут короче как-то играл против тирана. Который вроде бы сделал вид что пошел механизацию. А сам летал. А сам писал делать масс равенов и пидорасить туретками. Вот этими. Но у масс равенов есть механизация. Нет. Ну в смысле механизация что обычно играется. Как там скиллбаты, танки. Ну такая классическая механизация. Все. Еще год назад силай играл механизацию после масс-либератора и баньша. То есть через один танк просто. Один танк. Больше неладземных юнитов не было. А он сразу фениксов начал делать. Оставил уже на патруле чтобы к нему ничего не залетало. Угу. Ну что логично решение. И третье выходит сейчас. Неладземка. Да и правильный. Все правильно сделать. Все правильный будет делать двухбазовых пуш. Да. Будет просто двухбаз сделать. С системпаком придет. С танками. С медваками. Угу. С ней разве мне нужен такого понятия. На массе побольше гиитлов. Даже грибы особо не нужны. Просто гиитлов на массе. Чтоб было много-много адепт. минус 2 мариков по халял минус 3 но он 3 кстати за феникса здесь похватиться запросто да, он все правильно сделал нафиг марик нужен дал ему под дых и улетел 4 фениксы уже летают надо добра поделать смотри, нигде вообще их не делает ну зато гейтейпы раньше да пошел 4 гейт то есть 3 гейта надо еще 2 гейта то есть он должен сейчас залететь за этим фениксами 5 раз на мейн по идее я вообще повторяю на танку должен понять что там будет 2 базовых ну вот видел сейчас танк не разим видит он медиваг пытается как-то террано задерживать он сейчас просто феникс рискует отдать здесь теряет хп медиваг можно сейчас лопнуть, нет? у тебя да не, ну какой у тебя он еще не знает когда террано есть нет стимпака поэтому не рискует если не разим все правильно да стимпака кстати еще долго здесь ну что значит долго ну сейчас как раз выйдет сейчас пока дойдет будет готов делается третьего террано варпаться надо да не разим варпаться он все понимает чуть не слил с нового феникса нет реша реакция кстати получается этот туретки ну этот ворон со своим туретками будет почти бесполезен потому что там нет сталкеров там чисто сентри адепты можно просто поймать нужно спуститься вниз самому самому кинуть два филда там и сжать по войну молеку сейчас пилон сломается второй пилон тоже сейчас сломается еще два пилона сразу ставить пока один добавил да он сразу добавляет пилон все правильно делает вот сейчас мне нравится как он играет он все четенько делает да и роботтикс только сейчас то есть он не стал даже делать раньше надо пускать иллюзию уже просто надо понять что у себя многое почувствовать это залезить вперед я уже в два раза больше лимиту наверно чем у него боевого ну вот телепорт и минус терран да бьет бесполезный туретки о чем я говорю что эти туретки ему дали а у него что бонус по армированному туреткам что ли нет просто они ни во что не стреляли нет просто говори что если сталкеров нет то туретки бесполезны нет бонус кинуть эту свою штуку чтобы заблочить выстрел сталкеров а ну да 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 птд он может кинуть в таком случае для этого и делается урон для этого и нужен а он а он разве не выстрелы адептов не сбивает они что же прожектайла то есть он сбивает любые прожектайлы у адептов выстрел тоже прожектайл нет нет он их не сбивает вот не знал я думаю что он должен сбивать по идее по мехапологике он должен собственный адепт по идее по идее птд должен от адептов помогать надо будет протестить он нам бы вообще импат если ты посадиваешь в урон и контришь любую землю тосом что за фигня можно вы еще выстрел колоссов помочь им птдшкой нет выстрел колосса выстрел колосса это как бы лазер ну это как бы луч он должен он должен он должен контрить любой прожектайл по идее я тебе объясняю этот терм просто ставит второй старт порт и делать с него равенов две-три штуки и любая земля тоса умирает ничего не нечем убить землю то нечем контрить ну а что за фигня то есть как бы зелоту да против мин давай я посмотрю как ты будешь делать зелоту против мин там имморталы все баланс нет что он давай ну иммортал давай баланс нет я тебе просто говорю как работает механика пдд что она обычно сбивала все проджектайлы а тут видимо специально пофиксили так чтобы прочитай описание нет там просто описание прочитать зачем они джути рейтеры за вон нафиг он нужен так у нас следующая игра будет у нас еще 2-1 сейчас пользу основного состава у нас сейчас будет четвертый сет смит против кренделя пвпшка на нью кирке любимый мачет да да донемен залетел пвп да пвп пвп куда смит лизнул ну не знаю мем написал давайте обратно пригласить похоже да вроде как я смотрю он начал потихоньку играть возвращаться в игру сейчас да вот и он несколько игр есть на аккаунте даже в плюс вполне себе так ну что мне могу отключаться от тебя ну как хочешь мне в принципе все равно могу сам комментировать свои действия как ну окей давай тогда давай тогда будешь комментировать а мы будем молчать просто не знаю может комментировать потому что я ничего такого непредсказуемого делать не собираюсь по крайней мере не планирую да бе бф ну окей посмотри у меня все по стандартному билду хоть я вообще никак не мог выиграть с митой и проигрывал до сих пор осталась эта моральная травма и мне страшно с ним играть серьезно я помню реально годами у него играл всегда когда я с ним попалостям и проигрывал не важно я был грандмастером а он там на дне мастерлиги валялся все равно им проигрывал я помню как смит все время делал алткил регом когда была алткил система на 1 тел всегда когда мы играли какую бы состав не играл первый, второй, выходил Смит и делал all kill регом. Всегда даже, какой бы счет не был, даже 3-0 в пользу, выходил Смит и делал 4-3. Какой камбэк жесткий. Нормально. Как бы проигрывать регом, это как бы стыдно должно быть. Ну, мы тут проиграли регом. Да, я помню. Да. В общем, замечает он мои пробки, игнорирует ее, вернее. Ну, он катается, сейчас собственный пилон заваривает. Ну, тут сложно, на самом деле, не дать фотонку снизу поставить, по-моему. Ну, просто еды пошли, даже какие-то. Так, ну, походу я его заплатонил. А, он быстрый зилд вообще. На это мы реагируем еще одной фатункой. Тот зилд тоже вышел. Не успевает убить ее. Зилд разве? Да. Не убивает. Значит, появится пробок, да. Ну, и все, и пробки умирают. Да. Значит, пробки не успевают бить. То есть, нужно сталкеров взять, получается. Сейчас его-то могу забыть и здесь. Да, га-га. Да. Нам не нужен... Не нужен эйдс-матч. Да, вот так вот у нас становится счет 3-1 в пользу основного состава. Джудикейтер молодец. Забрал, конечно, цету контрола. Не, ну, как бы он и в кастомках выигрывал всех. Вообще, после состава проигрывали Джудикейтер. Я уже об этом писал. Ну, практически, да. Я уже давно говорил то, что, как бы, перевоз. Ну, что значит давно говорил? Почему ты его не перевел? Ну... Ты же был манагер. Были там... Были там некоторые соображения, которые я раньше озвучил, почему Джудикейтер во втором составе остался. То есть, я думал, что будет достаточно народа и на первый, и на второй состав. Соответственно, Джудикейтер, как бы, будет во втором составе танковать. Соответственно, чтобы у нас два состава прошли. Чтобы у нас два состава занимали на... Занимали хорошее место. Вот. Ну, в итоге получилось, что у нас просто народ поразбежался. Ну, соответственно, смысл вообще тут... Ну, нет. Изначально это, как бы, мертвая система делать эту фигню. Типа тут... Вот на два состава я уже объяснял. Потому что, ну, как бы, вот, нездоровая конкуренция. Ну, я понял, да. Ну, у меня просто были несколько другие соображения. Вот. Ну, ладно, всё. Нужно быть один состав. Как бы, неважно, там, сколько игроков. Есть там, но их хватает, их на состава не хватает. Все равно должен быть один состав. Ну, и... То есть, в конце концов, их можно просто чередовать. То есть, ты сегодня играешь, а завтра ты не играешь. И всё. У Изымба вообще три или четыре состава. Как бы, там, будь какой-нибудь игрок из Изымба, кого-нибудь, там, выиграл на каком-нибудь улане. Не, ну, у них там, типа, топ состав. Первый состав вроде как топ. Не, понимаешь, что это топ состав. Они на зарплату играют, понимаешь? Если мне скажут, давай я тебе буду платить 200 баксов, я тоже кину на СВНХ, и все, вы меня больше не увидите. Ну, очевидно же, то есть, как бы, зарплата, это одно дело. Когда ты просто играешь, то другое. Ясно. То есть, уже, ну, совершенно другой состав. Совершенно другое отношение к игре. Ну, хорошо. Знаешь, попробуем так. Так, все, тогда на этом заканчивается у нас кланвар. Всем спасибо, кто нас сегодня смотрел. С вами был Семик Зератул, с вами был Семикс Фраг, с вами был Семикс Крендель. Всем, да, до новых встреч, всем пока. Удачи. Пока, пока.